5 советов по применению фунгицида Miravis Ace для обработки зерновых. Здравствуйте, меня зовут Дук Баумен, я руководитель отдела технологии нанесения препаратов компании Сингента в Канаде. Что касается обработки пшеницы против фузариоза Колоса препаратом Miravis Ace, то, как и при обработке любым препаратом, применяемым по Колосу, 15% успеха зависит от качества нанесения фунгицида. Дело в том, что сейчас я держу в руках все действующее вещество Miravis Ace, которым нужно обработать 0,1 квадратного метра посева. На этой площади можно вырастить около 40 колосев пшеницы, и для их защиты от фузариоза Колоса нужно всего 3 миллиграмма действующего вещества. Поэтому способ нанесения играет важную роль. Для нанесения фунгицидов мы рекомендуем использовать крупнокапельное распыление, что может показаться неожиданным, так как существует сложившееся мнение, что фунгицид лучше наносить с помощью мелкой капли. Теперь давайте разберем это подробнее. При образовании крупной капли важно использовать большой объем воды, чтобы обеспечить высокую плотность покрытия растения рабочим раствором. При крупнокапельном опрыскивании вы получаете меньший снос и меньше зависите от погодных условий, таких как скорость ветра, что позволяет обрабатывать большую площадь в течение суток. Также крупные капли летят дальше, под нужным углом, и точно попадают в цель. Но все капли через определенное расстояние начинают падать вертикально, и если посмотреть на колос пшеницы сверху вниз, то станет ясно, что попасть в такую маленькую мишень очень сложно. Для высокоэффективной защиты от фузариоза Колоса нужно, чтобы капли из форсунок попадали как на переднюю, так и на тыльную часть Колоса. Более крупные капли могут дольше сохранять траекторию движения, поэтому при использовании угловой форсунки, производящей крупные капли для обработки передней и задней поверхности Колоса, вы получите более качественное покрытие. Есть также данные о том, что при обработке сортов остистой пшеницы, более крупные капли за счет их более высокой скорости способны лучше проникать через ости и попадать прямо на колос. Капли, оставшиеся на остях, не будут защищать Колос от заражения болезнями. Хорошо известно, что для колосовой обработки лучше использовать сдвоенные, двухфакельные или угловые чередующиеся распылители. Все эти три конфигурации форсунок служат одной и той же цели – обработка колосев пшеницы под разными углами распыления. Если опрыскиватель двигается слева направо, то при обработке под этими двумя углами, один и тот же колос последовательно обрабатывается два раза. Перекрестная обработка обеспечивает лучшее покрытие для максимальной защиты колоса. Есть еще два важных аспекта, которые следует учитывать при использовании угловых распылителей. Имейте в виду, при обработке под углом струя из распылителя движется под этим углом довольно короткое расстояние, как правило, в пределах 30-35 сантиметров от форсунки. Потом капли начинают падать вертикально под действием силы тяжести. Таким образом, чтобы сохранить преимущество от распыления под углом, установите штангу опрыскивателя ниже, так, чтобы капли, распыляемые под этим углом, достигали колосев, сохраняя свою траекторию. Итак, давайте рассмотрим ситуацию с пшеницей и распылителями с двумя факелами распыла, при помощи которых ее обрабатывали под разными углами. Мы знаем, что первый угол нам нужен для нанесения рабочего раствора на переднюю поверхность растения, а второй – для опрыскивания тыльной части при перемещении распылителя слева направо. При этом максимальная допустимая скорость движения – 16-18 км в час. Но если скорость движения выше, это сведет на нет преимущества распылителей с двойным углом атаки. На первый взгляд, двигаться быстрее не так уж и плохо, потому что когда вы едете очень быстро, направление первого факела выравнивается, и капли все равно попадают на переднюю часть растений. Однако, если ехать быстро, капли, которые должны попадать на заднюю часть растений, будут сдуваться назад, и в таком случае они останутся сверху, над колосами, а затем, под действием силы тяжести, будут медленно вертикально падать вниз. Это означает, что если ехать слишком быстро, то тыльная часть колоса останется необработанной и потеряется преимущество от использования распылителей с двойным углом атаки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok